Добрый день, дорогие друзья! Защита от негатива. Тема этого небольшого видеорассуждения, и я буду очень короток. И в большей степени это видео посвящено тому, чтобы люди просто задумывались о том, что происходит. И что такое влияние негатива на жизнь человека, семьи и даже целой страны. Прежде всего, окружающий мир, он делится на видимый физически и на невидимый духовный. И есть как в физическом мире, так и в духовном мире сила или силы, которые воздействуют как положительно на человека, так и негативно-отрицательно. Есть Бог, Создатель, и есть восставший ангел, который сегодня именуется Сатаной. И у него есть в духовном мире бесы, демоны, а также люди во плоти, которые являются его слушателями и выполняют его задачи и влияют на жизнь людей. И естественно, Бог, как любящий отец, он защищает, заботится, любит, проявляет определенную помощь каждому человеку, семье и народу. И в противоположность этому восставший когда-то ангел, который сегодня является врагом душ людских, он негативно влияет. И вся негативная сфера, она находится в его владении. И в той или иной степени люди подвергаются атакам со стороны вот этих сил. Видимый мир в большей степени понятен людям. И люди в этом видимом мире ищут защиты от воздействия окружающей среды посредством нахождения места своего проживания. И они строят дома, квартиры, они заботятся о себе, своих детях, своей семье, создают определенные удобства физического характера. Такие как удобные стулья, диваны, матрасы, кровати, музыкальные центры, компьютеры и так далее. И есть негативный мир, который находит любого человека в любом месте и имеет к нему доступ, если человек не знает духовного мира, его законов и живет в духовном мире на территории, которая принадлежит врагу. И это происходит. Представьте себе человека, который питается даже духовной пищей врага. Это эзотерика, это сатанизм, это разного рода заблуждения духовные, которые влияют и питают и открывают двери духовного мира человека, его семьи. И впоследствии человек удивляется, что у него не получается что-либо. Но в духовном мире врага есть служителя высокого ранга, у которых внешнее проявление достатка, изобилие, а не есть. И это как пример для других людей, подражателей, что враг тоже может обеспечивать человека материальными благами для его короткой физической жизни. А вот куда потом попадет его душа, люди не задаются, как правило, вопросом. Они выбирают маленький короткий путь времени физической жизни в обмен на вечность, их душ. И вот в этом заключается духовный обман. Слово защита, это означает применение средств, способов, которые могли бы защитить человека или семью от воздействия негативного мира, в котором, я повторюсь, есть враг, есть его служителя, это бесы, демоны, а также люди в физическом мире, которые работают для врага, это его солдаты. И вот воздействие происходит таким образом, что если, это война, что если человек из укрытия, а укрытие, это десять заповедей Бога, это его территория духовная, и вот эту территорию Бог оберегает, охраняет, но дает возможность человеку, по его желанию, покидать эту территорию. И когда человек покидает территорию укрытия, то на поле сражения появляется уязвимый солдат, уязвимый человек. Это уязвимая, может быть, даже семья, целый народ. И враг имеет доступ к этому человеку, как духовно, так и физически. Могут появиться заболевания, может появиться страх, беспокойство, может появиться ранение, и человек даже может погибнуть, как и семья. И когда распадаются, условно, из 180 семей, это поражение. И враг бьет по семьям, разрушая их. И это сегодня происходит очень явно и видно в России, Украине, Белоруссии. Это видно. Это враг наносит удары. Почему? Потому что народ, общество, люди не знают построения семьи и благословения Богом на семью. Муж должен быть священником, жена должна быть в подчинении мужу, дети должны уважать и заботиться о своих родителях. И это устройство, оно определено Богом. И когда оно нарушается, семья покидает территорию Бога духовная. И она переходит на территорию врага, и враг разрушает эту семью. То же самое происходит по отношению к каждому отдельно взятому человеку. И сегодня защиты многие люди не знают. И поэтому они идут не к Богу Отцу за защитой, а идут к врагу и говорят, защити меня. А есть желание у врага их защищать? Конечно же нет. И поэтому сегодня многие люди идут к служителям врага, которые именуются магами, чародеями, экстрансенсами, колдунами. И они получают в кавычках помощь в виде амулетов, каких-то предметов физического мира. Или выпить воды, или носить в одежде своей булавы, иголки и прочее, прочее. Но это метины, и это методика, в кавычках, защиты от врага. Многие люди прибегают также и к татуировкам определенного характера. И они думают, что вот это им поможет. Но на самом деле они не выполняют главного. Они в духовном мире никак не перейдут на территорию Бога. И эта духовная территория оберегается, она имеет какие-то пока границы. Границами являются заповеди Бога. И вот если человек эти заповеди нарушает и выходит за их территорию, он становится уязвимым. И можно представить людей, которые в столкновении. И это не означает, что один человек отнимает у другого энергию, забирает, поглощает или питается, или вампирирует этой энергией. Это ерунда. Это временное явление. Нет. Это война. Это столкновение. И люди питаются в этом духовном мире из разных источников. Они на разных сторонах в духовном мире. Один принадлежит Богу, а второй принадлежит врагу. Вот почему происходят столкновения. И в этих столкновениях получают люди ранения, увечья. И потом они завизывают свои раны. Они лечатся, если им дают такую возможность. Они пытаются восстановиться, а многие не могут восстановиться. И часто заканчивается это разводами. Очень часто. Потому что люди, которые находятся на территории Бога, они начинают понимать, что надо укрываться на территории Бога. А не вести открытую войну с малыми возможностями. И то же самое люди врага. Они атакуют, они нападают только тогда, когда враг дает им цель, дает им силы негативного характера и средства введения этой войны. И это происходит. И поэтому защита, она происходит только в одном. Надо искать Бога. Надо молиться. Надо поститься. Надо просить у Бога вразумление, где, как укрываться, где и как жить, как вести себя. Да? И Бог дает Духом Святым человеку эти вразумления. При условии, что человек действительно этого хочет. А воздействие врага, естественно, оно многочисленное. Это и блуд, и криминальное мышление, и криминальная работа, и это отсутствие добра, любви. И это все происходит. Это все видно. Поэтому сегодня защититься в физическом мире от воздействия духовных сил невозможно. А защищаться надо духовными силами от духовного воздействия. А вот от физического мира защищаться физическими явлениями какими-то. Возможно, скажем, от дождя мы укрываемся зонтом. Или от непогоды в своих домах. Это происходит. Другое дело, что даже в физическом мире есть силы, скажем, землетрясения, которые могут разрушить дома, которые могут разрушить те постройки, убежища, можно так сказать, которые человек думает, что выдержит все. Нет, в физическом мире есть тоже воздействие более сильного характера. И поэтому защита, она есть. Она есть у Бога. И защиту надо искать. И защитой надо пользоваться. Ее надо использовать. Но ее надо знать прежде всего. И к этому необходимо стремиться. В этом необходимы знания и усилия. И в том числе и духовные усилия. Защита от негатива. Просуждайте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.